Магадан отмечает свой день рождения. 23 июня 1929 года началось строительство города в бухте Нагаева. Изначально это был рабочий поселок для освоения полезных ископаемых Колымы. Суровый север не сломил первопроходцев. Первыми построили школу и ветеринарный пункт. В 1932 году привезли 22-этажных счетовых домов. Через месяц их собрали. Так появились улицы Советская и Комунны. Уже к 1939 году в Магадане жили почти 35 тысяч человек. Сейчас в областном центре около 100 тысяч. Я вижу, какие силы вкладываются сегодня правительством Российской Федерации, правительством Магаданской области, с тем, чтобы из города не уезжали люди. Чтобы здесь создавались для тех людей, которые живут, здесь комфортные условия. Мы вот стоим на этом месте. Вот впереди меня можно считать 11 крупных строек, которые ведутся. Это и берегоукрепление участка портового шоссе. Это и вторая очередь парка Маяк и жилой комплекс Нагаевский. Я хочу сказать, что люди, которые живут в Магадане, которые решили остаться и связаться, они не ошиблись. 14 июля 1939 года Магадану присвоили статус города. Так в чем же разница между днем основания и днем города? Споры магаданцы все еще ведут. Когда же следует отмечать рождение областного центра Колымы? 23 июня 1929 года здесь, на берегах бухты Нагаева, началось строительство культбазы. Первые строители построили школу, ветеринарный пункт, интернат и первые жилые маленькие, но дома. И это и стало датой рождение нашего города. В последующие десятилетия здесь были построены первые каменные жилые дома, школы, больницы. Были построены первые корпуса ремонтно-механического завода, первые километры Колымской трассы. И в 1939 году рабочему поселку Магадан был присвоен статус города. В день основания Магадана первые лица города и области возложили цветы к монументу пионерам освоения Колымы и Чукотки. Этот памятник установлен в честь тех, кто начинал строить Магадан и осваивать крайний северо-восток. 23 апреля 2021 года монумент стал объектом Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры. В этот праздничный день магаданские артисты исполнили музыкальные композиции о своем родном городе. Сейчас Магадан разделен более чем на 15 районов. В областной центр входят поселки Снежный, Уптар и Сокол. Численность проживающих в столице Колымы сегодня почти 100 тысяч человек. Русские, украинцы, татары и другие национальности, а также малочисленные народы Севера. На Магаданской площади активисты общественного корпуса «Волонтеры Победы» провели флешмоб «Огненные картины». Из нескольких сотен горящих свечей было выложено изображение узла памяти, памятника воинам, погибшим в Великую Отечественную войну. Сегодня прошла впервые в Магадане всероссийская акция «Огненная картина», которая была приурочена 80-летию начала Великой Отечественной войны. И суть акции была это выложить какой-то символ, который символизирует Великую Отечественную войну из свечек в виде картин. Из свечек в виде картины. У нас был узел памяти. Мы хотели взять и тему Алсиба, и различные танки хотели. Но пока мы думали, другие регионы подразобрали это. И мы вот остановились на узле памяти. Для проведения акции понадобилось вложить немало труда. Например, только отрисовка изображения заняла несколько дней. Далее перенос его на асфальт около четырех часов. Выкладка свечей потребовала тоже порядка трех с половиной часов. Свой вклад в подготовку и проведение мероприятия внесли партнеры акции. Правительство Колымы, партии «Единая Россия», клуб «Наследие» и волонтеры победы. Главная цель проекта – напомнить современной молодежи нашу историю и сфокусировать внимание молодых на этой скорбной дате – 22 июня. Премьера литературно-музыкальной композиции прошла онлайн в Магаданском государственном музыкальном и драматическом театре. Ее подготовили артисты и творческие сотрудники учреждения. Онлайн-премьера посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны, Дню памяти и славы. В этом году это уже третья такая композиция. Артисты готовили такой проект в марте к 7-летию возвращения Крыма, в апреле к 60-летию полета Юрия Гагарина. Сегодня прошла третья композиция ко Дню памяти и скорби. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А на Эльбрусе снег не тающий Разносит крики умирающих Безжалостное эхо горное И ругань слышится отборное Ну а если же в немецком перекрестии прицела Окажусь за перелеском Небо пусть бы заолело И безжалостно светило Брызнуло бы немцу в очи Мига мне тогда б хватило Выстрелить да со всей мочи Более 160 миллионов рублей В этом году составила сумма контрактов На ремонт дорог в Магадане В рамках реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги Проходит монтаж нескольких участков В эту программу вошли объекты По улице Наровчатова На участке проспект Карла Маркса Улица Гагарина Второй по улице Якутская На участке Пролетарской И проспекта Карла Маркса Это прошлогодние объекты Которые сдадут в этом году Проторгованы объекты по улице Якутской На участке Марчиканский переулок Улица Гагарина Улица Майская С тротуаром в поселке Снежный И по улице Наровчатова Тротуар с освещением В проверке дорожных объектов Приняли участие департамент САТЭК Мэрии Магадана Отдел дорожного хозяйства Представители Министерства дорожного хозяйства И транспорта Магаданской области И ДСД Дальний Восток В части исполнения работ Кто не первый год выезжает и смотрит В этом году начали вовремя работы Если опыт работы показал Что основные работы у нас были в июле В прошлые годы То сейчас июнь месяц Мы видим уже достаточные Подгодовительные работы Срок окончания по всем контрактам Предусмотрен 30 ноября текущего года Опять-таки опыт показывает Что мы заканчиваем гораздо раньше В зависимости от погоды По окончанию отопительного сезона В июне первыми на участках Свою работу начали энергетики В завершении работы Они должны будут сделать обратную отсыпку Задача комиссии состоит в том Чтобы внимательно принять эти виды работ Отмечают эксперты Если грунт уложить не по технологии Будут просадки Этого специалисты допустить не могут В 2021 году в Магадане Отремонтируют более километра дорог В поселке Снежном Улица Майская Выйдет также Чуть больше километра Отмечают специалисты Поэтому в этом году Показатели по длине дорожной сети Будут больше, чем в прошлом В мае завершилась Спартакиада трудящихся В этом году в состязаниях Участвовали 23 коллектива Среди которых собрались Представители самых разнообразных профессий И 22 июня В спортивном комплексе «Металлист» Состоялось торжественное награждение победителей Для приветствия и вручения поощрительных призов Был приглашен мэр областного центра Юрий Гришан Я вот вижу здесь представителей трудовых коллективов Которые участвовали в этом мероприятии Я буду вручать награды И хочу сказать слова огромной благодарности Что они уделяют время Предоставляют условия для занятия Многие арендуют спортивные залы Для того, чтобы заниматься скоро У нас будет много всяких спортивных залов В Спартакиаде трудящихся Третье место заняла команда «Магадан Энерго» Второе – сотрудники МЧС И третий год подряд Первое место получили сотрудники Правительства Магаданской области Всем участникам вручили почетные грамоты О финалистам кубки И абонементы в бассейн и фитнес-клубы Чтобы они также поддерживали Свою физическую форму И побеждали в следующих Спартакиадах Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому